Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об электрических явлениях. С вами по-прежнему старший преподаватель кафедры физики Юлия Александровна. И, во-первых, мы с вами будем рассматривать электростатическое поле. Итак, приступаем. Все мы с вами так или иначе с электрическими явлениями сталкивались. То есть, понятно, что ток в розетке появился сравнительно недавно, особенно по сравнению с историей человечества. А с древних времен были известны электрические рыбы. Во время античности описывалось явление, которое получило название огнесмет святого эльма. То есть, когда на шпилях мачт загорались такие огонечки, потому что именно на шпилях мачт или на каких-то неоднородностях скапливались заряды, и они светились. Конечно, мы все знаем, что такое молния. Это тоже электрический разряд. Каждый из нас встречался с электрическим разрядом, когда расчесываете волосы, когда, не знаю, снимаете свитер с себя. Летят, летят, летят искорки. И, конечно же, вы все прекрасно помните этот эксперимент, который показывали в школе, когда при трении ошелк или ошер стеклянной и бонитовой палочкой она становилась волшебной и притягивала мелкие предметы. В принципе, вы этот эксперимент можете без труда сделать где угодно. Дома, где угодно. То есть, вот было такое явление, электрическое явление, которое, естественно, нужно было каким-либо образом объяснять. В принципе, даже само слово электрон в переводе с греческого означает янтарь. То есть, если кусок янтаря потереть ошелк или шерсть, мех, январь, естественно, янтарь обретает способность притягивать мелкие предметы. Поэтому и в современной научной терминологии исторически отражается эта роль. Итак, естественно, было достаточно много теорий, почему возникают такие электрические явления. В общем-то, фамилий по этому поводу можно рассказать множество. Вот одна из них, что в опубликованной работе Шарля Дуфе вводятся термины «Смоленое стекольное электричество», которых в посредстве приобрело название «Отрицательные и положительные заряды». Наверняка у вас на слуху имя Бенджамин Франклин. Бенджамин Франклин – это великий ученый, философ и так далее. Советую вам почитать цитаты Бенджамина Франклина. Очень полезное это дело. И в одной из своих работ, во многих, он выдвигает теорию, что если материя содержит избыток положительно заряженной материи, то у нас тело будет заряжено положительно. Если недостаток такой положительно заряженной материи, то тело будет заряжено отрицательно. В общем-то, пожалуй, что именно оттуда все умозаключения в электричестве, в электростатике, в магнетизме ведется относительно положительно заряженных частиц. Даже за положительное направление электрического тока считается направление движения положительно заряженных частиц. Хотя мы все прекрасно знаем, что носителями заряда являются электроны, но на заре становления теории об электричестве было именно так. И как мы знаем, что электрон открыл Томпсон, заряд электрона равен 1,6 на 10 минус 19 степени кулон. Мы знаем, что электрон это отрицательно заряженная частица, поэтому для электрона здесь будет стоять минус перед этой цифрой. Но несколько позже был открыт протон. Масса протона, как видите, гораздо больше, чем масса электрона, 4 порядка. Здесь 10 минус 27 степени, здесь 10 минус 31 степени. Можете сравнить, 4 нуля. Но заряд у них одинаковый. На слайде здесь как раз-то написано, что американский физик Меликен показал, что электрический заряд дискретен. То есть заряд любого тела составляет целое кратное от элементарного электрического заряда. То есть любое тело не может содержать дробное количество электронов, что, собственно говоря, и понятно. Поэтому электронный протон является, соответственно, носителями элементарных отрицательного и положительного зарядов. Итак, что же такое заряд? Заряд – это физическая величина, характеризующая меру участия тела в электромагнитное взаимодействии. Какие же свойства мы можем приписать заряду? Ну, свойств достаточно много, рассказываем об основных. Итак, во-первых, заряд тела инвариантен. То есть он не зависит от скорости движения. И в любой системе отсчета величина заряда тела одинакова. Во-вторых, существует закон сохранения заряда. То есть полный заряд замкнутой системы не изменяется со временем при любых процессах. То есть сохраняется. Как мы уже знаем, существует два вида зарядов, условно называемых положительными и отрицательными, которые различаются по типу взаимодействия между ними. Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Следующее свойство. Заряд квантуется. То есть он равен целому числу элементарных зарядов. То есть кратен элементарному заряду электрона.